Да. Вот. Спасибо за бдительность. Вот. Хорошо. Значит, я еще раз скажу, что мы сегодня будем классифицировать граф Кокстера положительно определенный. Значит, мы начинаем с группы отражений. По группе отражений W мы строим систему простых корней дельта. Вот. И нам надо знать просто углы между простыми корнями. Если мы их знаем, то, по сути дела, мы знаем всю группу. Но, на самом деле, не всякий набор углов вам даст действительно такую настоящую систему векторов пространства. Так может не быть. Да. То есть, вообще говоря, вот эти самые углы – это слишком много данных. Значит, она такая, ну, как бы такая система уравнений, да, но углы между векторами может оказаться несовместной. Значит, реализуемая система векторов, пространствами, между которыми вот такие вот углы. Причем углы не острые, вот такого вида, как написано. Вот. Значит, и давайте я напомню, что мы по таким данным мы строили граф, который называется граф Кокстера. Значит, у него было N вершин. И причем вершины I и G мы соединяли ребром с отметкой M и G. Значит, причем мы говорили, что если у нас M и G равно 2, то мы никакой, не только отметки не рисовали, мы и ребра не рисовали. Значит, если M и G равно 3, то мы рисовали ребро, а отметки не вставили. А если M и G больше или бра равно 4, то мы рисовали на этом ребре отметки. Ну вот. Ну и вопрос действительно сводится, ну то есть, понятно, классифицируя все группы отражений, конечно. Это то же самое, что классифицировать графы Кокстера, которые отвечают таким вот реализуемым в пространстве системам векторов. Так, сейчас. Что Юля пишет? Это у всех сломалось? А, нет, это вот Юля просоединяется к нам, да? Юля, вы с нами? Вроде бы Юля... Да, извините, у меня что-то с интернетом бедено. Да ничего страшного. Хорошо, значит, ну и в прошлый раз мы сказали, хорошо, если есть система векторов в пространстве, между которыми нам важны углы, ну что надо про нее знать? Ну, по сути дела, про нее надо знать матрицу грамма. Да, значит, такая система векторов, причем дыны векторов нам не важны. Ну вот, это как бы то же самое, что матрица грамма. То есть, мы говорили, что графу такому, который там потенциально является графом Кокстера для чего-то, да, или не является, бог его знает, мы сопоставляли такую симметрическую матрицу. матрица порядка N, которая называется А в гамма, да, или просто А. Я говорю, что А и житая на диагонали, значит, на диагонали у меня будут стоять единички, а вне диагонали у меня будут стоять просто, что косинусы углов Пи минус Пи делить на М и житая, что, как вы знаете, по формулам приведения равняется косинусу, это равняется косинусу угла Пи делить на М и житая со знаком минус. Ну вот, ну и вы можете думать, что у вас просто все альфа и ИТ имеют длину 1, можно думать, что все альфа и ИТ имеют длину 1, и тогда просто косинус угла это А и житая, это просто скалярное произведение, альфа и ИТ, альфа и житая. То есть, это, по сути, ровно матрица грамма. Ну вот, а матрица грамма из курса линейной алгебры, мы знаем, что она должна быть положительно определена. Значит, если у меня дельта – это какой-то базис ВРН, то матрица грамма, то, значит, А от гамма – это матрица грамма для этих самых альфа и ИТ. В частности, она будет положительно определена. Ну, да, и, значит, давайте я напомню термин, что я буду говорить, что у меня матрица положительно определена. матрица скалярного произведения, например, создающая скалярное произведение, или матрица бит, там, билинейной формы, как угодно, значит, положительно определена, если х, х, а, да, скалярное произведение любого вектора с самим собой, то есть х транспонированное, а х, да, это всегда положительное число при, если только х отлично от нуля. Ну, вот, а я еще буду говорить, что А положительно полуопределена, если эта штука не отрицательна для любого икса. Ну, здесь, понятно, здесь уже никакого неравенства нулю не обязательно требовать. Ну, вот, и можно сказать, что первое равносильно тому, что все собственные значения матрицы моей строго больше нуля. второе равносильно тому, что они не строго больше, наверное, больше либо равномерно. Ну, и я в прошлый раз напоминал вам критерий Сильвестра, что, ну, и некоторую вот такую расширенную форму, да, значит, матрица А положительно определена или, соответственно, полуопределена. тогда и только тогда, когда, значит, положительно определена, когда она, когда все главные миноры в матрице положительны. Ну, а положительно полуопределена. Ну, тут, на самом деле, понятно, что не хватает уже того, чтобы сказать, что все главные миноры не отрицательны. Это, ну, приведите сами пример такой матрицы. Но вот если сказать, что все диагональные миноры не отрицательны, этого уже хватит. Ну, вот. Ну, и мы с вами будем интересоваться всевозможными такими графами, для которых построенная по ним матрица положительно определена. Значит, и тем самым мы, если мы все такие графы перечислим, ну, то мы скажем, что хорошо каждый такой граф является... дает вам матрицу. Соответствующая матрица является матрицей скалярного произведения для чего-то. Вот. И получается, что этого что-то и есть, этот некий базис, есть система простых корней. Ага. А диагональные миноры, это которые, ну, симметричны относительно диагонали, то есть угловые, которые... Да, да, да. Главные миноры растут из верхнего угла. То есть вы берете первые, там, несколько строк и первые несколько столбцов. А диагональные миноры, это те, которые действительно, как Коль говорит, те, которые симметричны относительно диагонали, то есть вы берете произвольный набор строк и тот же самый набор столбцов. И берете минор, который стоит на пересечении этих строк и этих столбцов. но в частности там правый нижний элемент матрицы это есть диагональными но не глава цель наша будет заключаться в том чтобы перечислить все положительно определенные графы ну то есть я не сказал но это и так понятно да что граф называется положительно определенным тогда и только тогда когда соответствующий матрицы или положительный полуопределённым но и прошлый раз я закончил тем что выписал ответ ответ это прекраснейшее вообще достижение человеческого разума это список графа кокстера для конечных групп отражений то есть это граф типа а n который отвечает симметрической группе как мы видели n больше либо равно единице bn какой-то граф это схема кокстера для какой-то группа отражений только тогда когда он типа положительно определен типа в обе стороны смотрите значит то что то что граф кокстера положительно определен если он соответствует если он соответствует смотрите допустим у вас есть конечная группа отражений в пространстве каком-то она там вот действует да как мы мы определяли группа отражений как группы которые действуют на неком пространстве это значит что у вас в этом пространстве сидит система корней это значит что вы среди них можете выделить простые корни посчитать между ними расстояние и сказать что ага не расстояние углы и значит и сказать что вот да действительно у вас полученная матрица должна быть положительно определенной потому что это матрица грамма некоторого базиса да ну а наоборот но как бы тут надо сказать что действительно то есть если у вас есть если у вас есть система векторов с каким-то там предписанными углами да вы ее мог у вас ее получилось вложить в пространство то вы можете рассмотреть группу отражений группу порожденную отражениями относительно вот этих корней там обратно теорема не совсем тривиальная вот это конечно надо сказать но тут на самом деле если у вас будет список то это это будет не только победа да но вообще говоря непонятно почему почему действительно тут у вас всегда будет конечная группа да то есть по сути дела есть есть необходимые условия но достаточно всего это какая-то штука которую надо проверять это делается действительно через линейное представление то есть там можно найти как бы линейный функционал и построить как бы базис то есть в общем скрутить к тому что нужно нет я хочу сказать что если у нас будет список уже того только что может быть да то вы можете сказать что ага ну на самом деле для каждого элемента списка я могу что-то такое построить да вот бывают такие классификационные задачи на тематике где вы хотите что-то проверить для какого-то класса объекта класса этих объектов у вас иногда в это что задан списком но вы сидите так и тупо проверяете для первого второго третьего но тут у нас тоже будет некоторый вполне обозримый список мы будем что-то такое для не конечно был посматривать да 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 и даже и даже сегодня будут какие-то не конечные группы то есть бывает так что группа коктора не конечно ей отвечает какой-то граф ну ладно короче говоря сейчас давайте я чуть 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 позже про это скажу буквально на семинаре я тоже буду об этом говорить так что это будет обсуждаться да 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 вот ну вообще значит да вообще это имеет смысл рассматривать значит есть серии таких положительно определенных граф вот это например серия n который отвечает симметрической группе есть серия bn который отвечает как мы помним гиперкатаидральной группе да такие перестановки со знаками есть серия dn который отвечает перестановкам со знаками и еще где этих самых перемен знаков должно быть обязательно четное число и я здесь через n обозначаю количество вершин в моем n число вершин ну вот дальше идут не серийные дальше идет такая серия которая очень короткая серия называется е ну тут эти буквы сначала алфавита на некоторые буквы вылетают мы с вами может быть даже сегодня или следующий раз обсудим почему есть е6 есть е7 странные графы у которых вы видите шесть семь или восемь вершин причем эти вершины они устроены и организованы так что они есть некоторые такая вершины степени 3 из нее растет уздлины 1 уздлины 2 и уздлины сколько осталось 23 или 4 дальше есть f4 это такая вот штуковина дальше есть аж 3 с отметкой 5 аж 4 тоже с отметкой 5 есть и 2м да кстати и 2м это что это за что это за группа скажите кто-нибудь пожалуйста лучше скажите а не напишите в чем скажите голосом ну вопрос ривиальный да так что ответа на него можно не ждать и 2м это группа диэдра да вы помните что это такая группа в которой есть две образующих да с 1 с 2 степени м равны тож действия ну вот а дурацкий вопрос такой на эрудицию а знает ли кто-нибудь что такое группа h3 я вообще на такие вопросы люблю отвечать если вот не очевидно то надо нарисовать картинку так чтобы углы между зеркалами отражения и были теми что дают схема кокстера тогда становится понятнее что тут происходит ну ладно значит давайте я тогда сейчас под подвешу некий саспенс то есть оказывается что картинку трехмерную картинку связанную с графом h3 вы вы все я надеюсь видели даже не одну мы ее разбирали да и и она была на семинаре да по-моему да да он тоже была да не ну смотрите давайте посмотрим какие углы пина 3 пина 5 и пина 2 вот Получается у нас есть три зеркала которые это сферический треугольник с углами пина 3эпина 5 сферический треугольник с углами пиппалам пина 3пина 5 да то есть это треугольник с углами сколько 90 60 и вот тут гипотеза что это додекаэдр нет это да это додекаэдр совершенно правильно Это группа симметрий дедекаэдра или экосайдра, что то же самое, потому что это двойственные ребята. И, в общем, это чистая правда. Кстати, а где здесь группа симметрий куба, кто знает? Если в перечисленном списке есть дедекаэдр и экосайдр, то должны быть также куб и октайдр, у них группа одна и та же. И должен быть тетраэдр. Где тетраэдр и где, наоборот, куб и октайдр. Такой вопрос на эрудицию. Нет, это не вопрос на эрудицию, это вопрос на то, что... В тетраэдре нужно вспомнить, какие были углы. Вот мы это разбирали на втором семинаре. Какие были углы в тетраэдре? Если я хочу взять у тетраэдра такое, значит, тоже барцентрическое разбирение тетраэдра я могу нарисовать. Ну вот. Я могу сказать, что если я каждый раз выбираю, так поделю на 6 равных. То каждый из этих треугольников будет прямоугольным с углами 90, 60 и 60. Ну, тут тоже будут сходить 6 треугольников. Ну вот. Это где такие три зеркала, у которых углы между ними там 90, 120, 120. Ну то есть, а, 90, 60, 60. Что это за картинка какая? Ну и желающие могут также вспомнить, чему равна группа симметрии тетраэдра. Что такое группа симметрии тетраэдра? Давайте нарисуем как-то, да. То есть, пинатри, пинатри и пинатва. Пинатва – это значит, мы не соединяем вершины, правильно? А пинатри – это значит, мы одной балкой. Ну да. Так. Да. То есть, получается, что… Ну я все нарисовал. Да. Ну ладно. Так, а если у меня наоборот Q, то это что будет? Так, кто-то пишет в чате. B3 предлагают. Совершенно правильно. Совершенно правильно предлагают. То есть, получается, что мы нашли среди этих ребят группы симметрии всех правильных многогранников в трехмерном пространстве. Оказывается, что есть все группы симметрии правильных многогранников в других пространствах. Размерность 4, 5 и так далее. И, как я говорил, что в четырехмерном ответ самый интересный в каком-то смысле. Ну, то есть, в каком-то смысле, больше всего правильных многогранников на плоскости, да? Потому что правильных многоугольников столько, сколько целых чисел. Вот. Ну, это какой-то слишком красивый ответ, да? А если у вас есть, например, правильные многогранники в R3, да, то их уже пять штук. Это уже какой-то странный, нетривиальный такой ответ. Когда древние нашли экосайдер, декайдер, они очень порадовались. Ну, вот. Хорошо. Значит, что в четырехмерном пространстве? Ну, это мы, я думаю, что обсудим через недельку. Ну, вот. Ну, и что мы с вами успели сказать в прошлый раз? Давайте я, наверное, вот это все сотру все-таки. Значит, в прошлый раз мы с вами успели сказать, что все такие графы будут положительно определены. Как-то доказать? Ну, на самом деле можно сказать следующее, что надо сделать такую штуку. Надо посчитать для каждого из этих графов все угловыми нормами. Ну, для этого надо как-то упорядочить вершины, правда? Давайте упорядочим вершины так, чтобы первые k вершин давали бы тоже граф из этого списка. Тогда получится, что мы для всех графов можем считать не все главные миноры, а просто определители. Потому что все главные миноры будут графами с меньшим числом вершин из этого списка. Ну, вот. Если так получится, что все они окажутся положительными, то, ну, чего, очень здорово. Мы победим. Ну, хорошо. И на самом деле мы считали с вами определитель, не матрицы, а определитель матрицы 2а, чтобы меньше возиться с рациональными числями, чтобы было у нас побольше целых чисел. Вот. Ну, вот, например, если я посчитаю, да, и 2m, определить вот такой матрицы. 2, чего там, минус 2 косинус и делить на m, минус 2 косинус и делить на m, и 2, то я получу что? Я получу 4 синус квадрат и делить на m. А это положительное число. Ну, хорошо. Ну, а для всех остальных, ну, это такая некоторая задачка, да, это делается некоторым индуктивным рассуждением. Вот. И. Можно просто, давайте я просто перечислю ответ, потому что как-то проделывать это прилюдно никаких сил, конечно, нет. Значит, ответ такой. Определитель матрицы 2а у an будет n плюс 1, это будет ариопетическая прогрессия. У bn это всегда будет двойка, у dn это будет 4, у e6, e7, e8 это 3, 2, 1. Ой, так, не рядом пришел, 3, 2 и 1. У f4 это будет 1. Считаю, это, оказывается, будет 3 минус корень из 5, а у h3, а у h4 это будет 7 минус 3 корня из 5 пополам. Ну, чего, делать нечего, жизнь такова, какова она есть. Ну, вот. Значит, но, тем не менее, это все положительные числа. Ну, понятно, на самом деле, что если вы напишите h5, да, проделать такое упражнение, напишите какой-нибудь граф такого вот, вот такого вида с пятью вершинами и посчитайте его определить. Можно на компьютере. Вы получите отрицательные числа. Такого не бывает. Вот. Ну, что дальше? Значит, тем самым я доказал, что вот эти все ребята положительно определенные. Значит, вывод. Все эти графы положительно определенные. Почему нет других? Значит, стратегия доказательства будет следующая. Мы с вами сделаем такую штуку. Сначала мы перечислим некоторые, на самом деле все, но пока мы это доказывать не будем. Значит, некоторые положительно полуопределенные графы. Потом мы скажем, что под граф полуопределенного графа будет обязательно положительно определенным. Ну и в-третьих, мы скажем, чего не может быть тем самым, мы скажем, чего не может быть в качестве под графа у положительно определенного графа. То есть, мы с вами построим некоторые запрещенные под графа. Значит, у нас будет список того, чего не может быть. Чего не бывает в положительно определенном графе. И когда мы посмотрим на список запрещенных под графов и немножко подумаем, мы убедимся, что все, что у нас осталось, все, что не содержит запрещенных под графов, это буквально тот список, который написан вверху доски. Ну вот. Тем самым мы докажем, что мы перечислили все. Ну вот. Ну давайте еще немножко таких списочного сорта результатов. Значит, результат про списки называется «Некоторые положительно определенные… положительно полуопределенный граф». На самом деле все. Положительно. Полуопределенный граф. Ну, они будут обозначаться тоже буквкой из начала латинского алфавита, но над буковкой будет ставиться волна, и при буковке будет ставиться число, которое будет на единицу меньше, чем число вершин. То есть, например, граф А1 с волной будет содержать две вершины. Эти две вершины будут соединены с символом бесконечности, ребром с отметкой бесконечности. Помните, что так тоже можно было? Что это значит на языке групп Кокстера? Это значит, что С1 в квадрате равно С2 в квадрате равно единице, а СИТ и СЖТ никак не коммутируют. То есть, их порядок бесконечен. С1, С2 – элемент бесконечного порядка. Ну, то есть, такое, как это называется, свободное произведение Z2 на Z2. Ну, хорошо. Чего дальше? AN с волной, где n больше единицы. Давайте я возьму граф типа AN и дорисую, замкну эту цепочку. Дорисую туда еще одну вершину. Еще дальше будет… Вот тут то место, где различаются B и C. Значит, у меня есть граф типа B и C2. Граф 3. Дальше будет BN. Странная вещь тоже. С одной стороны я нарисую ребро, с другой стороны я нарисую такую вилку. Дальше у меня есть граф типа CN с волной. Это у меня две четверки с концов. Такой вот прямой. Дальше есть DN с волной. Ну, это вы уже поняли, что это такое. Это мне надо взять граф DN и на конце его нарисовать вилку. То есть, предпоследней вершине пришпандорить еще одну вершину. Дальше есть E6 с волной, E7 с волной, E8 с волной. Давайте я их, наверное, буду… Чтобы у меня все это как на страницу влезло. Значит, я буду рисовать здесь E6 с волной. E6 – это надо взять граф E6 и дорисовать к нему вершину. Еще одну. Чтобы он перестал быть графом Кокстера. Давайте сделаем так. E7. Это тоже надо взять E7. И дорисовать сюда еще одну вершину. Чтобы он перестал быть графом Кокстера. То есть, можно сделать так, чтобы он стал E8. Но можно… Значит, вот я делаю так, чтобы у него были два уса длины 4 и один ус длины 2. E7 с волной. E8 с волной. E8 с волной – это как E9. Только E9 у нас не бывает. F4. Это опять же я беру граф F4 и к нему дорисовываю еще одну вершину. И еще есть такой вот странный граф G6. Положительный полуопределенный. Это… Я беру граф I2… То есть, не G6, господи, G2. Значит, я беру граф I2-6. То есть, граф, отвечающий группе шестиугольник, такой двенадцатиэлементный. И к нему еще адресовываю вершину. Значит… Ну и давайте… Давайте я нарисовал такие картинки. И давайте я сделаю несколько замечаний. Замечательно. Делает из него объединение положительно определенных графов. превращает такой граф в объединение положительно определенных. Так, хорошо. Значит… Ну и давайте… Предложения некоторые докажем. что все такие графы положительно полуопределенные. Сколько для этого можно посчитать определителей, если у нас есть граф на n плюс одной вершине. Ну, хочется сказать, да, что вы должны взять просто всевозможные диагональные миноры. А их, честно говоря, дофига. Их два в степени… n плюс… Ну, минус единица, неважно. В общем, как-то очень много. Неужели мы их сейчас все будем считать? — На самом деле, конечно, нет. — Можно явно написать квадратичные формы, выделять там полные квадраты. — Можно выделять полные квадраты. А можно, на самом деле, посчитать один определитель? Вань, скажите, как обойтись под счётом одного определителя? Только определитель этой самой квадратичной формы. Да, конечно, можно написать квадратичную форму и привести её как-то к каноническому виду, как у нас учили на первом курсе. Посмотрите на замечание. Ваня, расскажете? Или еще не догадались? Достаточно считать определитель большой. Да, значит, я утверждаю, что достаточно посчитать определитель большой и убедиться, что он равен нулю для каждой. Почему так? Очень просто. Потому что, если я возьму какой-нибудь угловой минор, почему это будет соответствовать на языке графа? И это будет соответствовать тому, что я повыкидываю из моего графа какие-то вершины. Я возьму некоторые вершины графа, а остальные повыкидываю. Что у меня останется? У меня останется объединение положительно определенных графов в силу замечания, правда? Ну вот, а про положительно определенные графы мы уже все знаем. Мы для них всех уже посчитали определители. И они все положительные. Понятно или не очень? Ага. Ладно, значит, тогда получается, что надо просто посчитать один единственный определитель, доказать, что он ноль. Вот. Ну, давайте как-нибудь это сделаем. Ну, то есть, это как-то делается тоже. Некоторая такая задача. Тут надо это, как по-английски называется, make hands dirty. То есть, уже так перепачкаться в этом. Ну, давайте я там посчитаю, например, для F4 с волной, что у него определитель действительно равен нулю. Значит, надо доказать, доказать задачу, что определитель A равен нулю для любой из этих маркетингов. Ну, хорошо. Значит, давайте-ка сделаем следующее. Я вам напомню, как мы считали определители в случае, когда у нас была матрица какая-нибудь положительная определенная. Значит, основной вход был следующий, что вот у вас есть какой-нибудь матрица A, которая отвечает граф от такого вида, значит, из которого торчит одно ребро. Вот. И вот, допустим, эта вершина имеет номер N, это имеет номер N-1. Их соединяет к простой ребро. И для того, что здесь нарисовано в коробочке, вы уже все посчитали. Значит, что это значит на уровне вашей матрицы? Это значит, что последняя матрица 2, например, значит, это матрица какая-то. Вот здесь у вас двойка, да, как бы на диагонали у матрицы A стоит единица, у матрицы 2 A стоят двойки. Что стоит вот на этом месте? И вот на этом месте она симметрична. Ну, на этом месте стоит минус косинус 60 градусов. Косинус 60 градусов, вот одна вторая. Значит, здесь стоит минус 1, и здесь стоит минус 1, а все остальные нули. Так? Ну, хорошо. Это значит, что определитель 2A, это определитель, умноженный на 2, определитель. Я напишу там D, D, N-1, минус определитель того, что получается выкидывание предпоследней и последней вершины. D, N-2. Просто я взял такую матрицу, разложил по... То есть, такой определитель разложил по последнему столбцу, ну или последней строке, она симметрична. Вот. Значит, такой вот простой индуктивный способ. Ну, давайте я посчитаю с его помощью для F4 с волной. Для F4 с волной я посчитаю определитель. Матрица 2A. Ну, наверное, проще взять в качестве последней вершины, можно взять вот эту, которую мы будем выкидывать. Какая система корней останется, если я ее выкину? Ну, что будет, если я выкину из... То есть, так вот, когда у меня четверка с краю, да, и остальные все отметки тройки. То есть, это нам надо посмотреть сюда, и вот она родимая. Это B4. Значит, получается, что это два определителя. B4, но я вот так вот буду в кавычках писать. А что будет, если я выкину еще одну вершину? Какая система корней останется? Ну, останется А3, да? Значит, три вершинки, соединенные палочкой. Значит, получается, определитель А3. Хорошо, значит, давайте вспомним, где у нас были эти определители уже посчитаны. Значит, для B4 определитель чему равен? Двойки. Вот она, двойка. А для А3, 3 плюс 1, 4. Значит, получается, что эта штука, которую мы сейчас считаем, это дважды 2 минус 4. А это 0. Ура! Значит, мы посчитали для такой вот системы корней мышцы. Мы посчитали, ну, для такого графа Костерова мы посчитали определитель, и он получился равен 0. Ну, таким примерным манером можно посчитать всех, ну, кроме, на самом деле, всех, у кого есть висячие ребро. Значит, например, АН бесконечность так не посчитаешь. Ой, слушайте, то есть АН с волной так не посчитаешь. Но там надо как-то тоже написать какую-то матрицу и понять, что она будет иметь нулевой определитель. Значит, давайте, кстати, напишем матрицу для А1 с волной. Это что за матрица? Значит, матрица 2А. На диагонали будут стоять двойки. А что должно стоять вне диагонали? Что такое минус, косинус, пи делить на бесконечность? Это сколько? Вань, на вас все, Надежда. Вне диагонали тоже двойки. И вне диагонали, ну, не совсем. Вне диагонали минус двойки все-таки. Вне диагонали должны быть отрицательные числа. 2 минус 2 косинус пи делить на бесконечность – это минус 2. Потому что пи делить на бесконечность – это 0. Ну, то есть, это что значит? Что два зеркала у вас просто не перпендикулярны, а наоборот параллельны друг к другу. Ну, и вы, отражаясь относительно таких параллельных зеркал, можете, как бабушкина тревьяжа, породить такой вот крейдоскоп замечательный напрямую. Вот, хорошо. Так, а давайте-ка посчитаем для закрепления успеха АН с волной. Значит, на диагонали у меня стоят двойки. Вне диагонали. Какие элементы будут вне диагонали? Ну, мне надо нарисовать. Давайте я здесь нарисую матрицу для АН. И скажу еще, что она, ну да, это как бы, это было бы АН плюс 1, да? Но у меня есть еще вот это вот ребра. Это что значит? Это значит, что я последнюю вершину соединил с первой. То есть, у меня минус 1 и минус 1 здесь. Кто может посчитать определитель такой матрицы? Или объяснить, почему она равна? Ну, посчитать я могу, я знаю ответ. Ну, почему? Дин, смотрится, выразил, что она имеет нулевой определитель. Ну, можно просто взять веактор и соединиться. Да, совершенно правильно. То есть, вы можете, например, взять, да и просто предъявить элемент из ядра этой матрицы. То есть, например, взять и сложить все строчки. Если вы сложите все строчки, то в каждом столбце в сумме будет 1 на 2 и 2 минус 1, то есть 0. Ну, значит, получается, что такая матрица выразила, у нее нулевой определитель. Ура! Ну, на самом деле, таким же примерно манером можно доказать, что все, что будет, все, что нарисовано в этом списке, действительно является матрицей с нулевым определителем. Давайте я сформулирую еще одну задачку. Она нам тоже пригодится доказать, что такие вот графы Z4 и Z5 неположительно полуопределенные. Ну, то есть, можно взять и посчитать определитель и сказать, что он будет... Ну, понимаете, да, что если выкинуть из этого графа любую вершину, вы тоже получите объединение положительно определенного графа. То есть, вся надежда на определитель самой матрицы, его надо посчитать и сказать, что получится обязательно отказательное число. Ну вот, ладно. Ну, хорошо, тогда давайте ехать дальше. Давайте двигаться дальше. Нам понадобится с вами сейчас немножко линейной алгебры, которую мы применим к классификации таких вот графов Кокстера. То, что сейчас будет происходить, называется словами теория Перона-Фрабениуса. Давайте я скажу, что от математиков ее обычно скрывают, зато ее обычно знает экономист. Почему? Потому что там у вас возникает какой-то вектор с положительными координатами, экономисты очень любят, когда все положительно, и не любят, когда все отрицать. Хорошо. Значит, определение. Давайте будем... Ну, техническое определение для нас. Матрица А будет называться неразложимой. Если не существует такого представления, множество индексов от единиц до n в виде объединения i и g, что i и g равно 0 для любого i из i, g из g. Ну, иначе говоря, симметрическая неразложимая матрица... Ну, почему симметрическая? Просто... Можно говорить симметрическое, можно не говорить. Значит, не приводится к блочной перестановками строк и столбцов. Ну, такой синхронной перестановки строк и столбцов. Приводится к блочному виду. Блочный вид, это я напомню вот так. Подновременной перестановкой строк и столбцов. Ну, и чего можно сказать, что если а от гамма, от w неразложима, значит, что граф гамма связен. Ну, и обратно тоже правильно. То есть, если матрица разложима, если вы переставили как-то строки и столбцы, так что она стала блочной, то значит, что вы можете в первую компоненту связанности убрать первый набор вершин, второй и второй. Ну, дальше теорема. Пусть а – это вещественно-симметрическая, положительно-полуопределенная, неразложимая матрица. Порядка n. В частности, это значит, что все ее собственные значения неотрицательны. Да, значит, когда я говорю положительно-полуопределенная, я считаю, что она может быть и положительно-определенной тоже. То есть, положительно-определенная матрица тоже является положительно-полуопределенной. Понятно, да? Хорошо. Значит, и если матрица устроена так, что а и житые меньше либо равно нуля при и неравном жи, то есть вне диагонали стоят неположительные элементы, то оказывается, что верно следующее. Во-первых, ядро этой матрицы будет одномерно. Давайте я скажу, кто такое ядро. n – это, ну, вы, наверное, так знаете, множество векторов из Rn, так как что x транспонированный a x равняется нулю. Ну, и оно же, на самом деле, я мог бы сказать, что это множество векторов из Rn, таких, что a x равняется нулю. Это одно и то же. Значит, размерность ядра не превосходит единицы. Ну, и b, моя теорема будет говорить, что минимальное собственное значение моей матрицы имеет кратность 1. Значит, существует отвечающий ему собственный вектор с положительными координатами, со строго положительными координатами. и существует, я не знаю, минимальное собственное значение лямбда. Существует b лямбда равная, там, c x и t строго больше нуля. Ну, для начала, давайте, почему то, что сказано здесь, это правда. Почему ядро – это, с одной стороны, множество тех векторов, что x транспонированное a x равно нулю, а с другой стороны, ядро – это множество таких векторов, которые матрицу A обращают в ноль, то есть a x равно нулю. Ну, понятно, что если a x равно нулю, то, значит, x транспонированное a x тем более равно нулю. А обратно почему верно? Значит, давайте, если a x равно нулю, то ясно, что x транспонированное a x тоже равно нулю. Как доказать обратно? Значит, пусть x транспонированное a x равно нулю. Ну, а симметрическая матрица в курсе, который на мехмате называется аналитическая геометрия, в махмаке он называется тоже как-нибудь там линейная алгебра или просто геометрия, доказывает следующую теорему, что ортогональной заменой можно симметрическую матрицу привести к сумме квадратов. Да, это то, что называется зоостатик приединения матриц. Значит, давайте возьмем такую ортогональную матрицу. Существует ортогональная p, какая ортогональная матрица p, что если я на нее подействую a, есть сопрягу, сопрягу это значит, что я подействую p транспонированная a, с другой стороны, это то же самое, что такая матрица будет диагональной. d1 и так далее, dn. На диагонали будут стоять собственные значения, у меня ортогональная замена никак собственные значения не меняет. Собственные значения будут неотрицательны. И давайте теперь я посмотрю, когда у меня такое происходит. Что значит, что y транспонировано, d y равняется 0. Отсюда значит, что сумма d и t y и t в квадрате равна 0. Отсюда следует, что для любого и, ну, либо d и t равно 0, или y и t тоже равна 0. Почему? У меня есть набор неотрицательных чисел, да, и я говорю, что у меня сумма d и t y и t в квадрате, которая тоже неотрицательна, равна 0. Но сумма неотрицательных чисел равна 0, только тогда, когда все они равны 0. То есть каждый d и t и y и t в квадрате равен 0. Значит, либо d и t 0, либо y и t 0. Ну вот. Ну отсюда следует, в частности, что сумма d и t y и t равна 0. Отсюда следует, что d y равна 0. Ну, а дальше уже все. Значит, осталось всего ничего. Ну, если я знаю, что x транспонированное а x равно 0, x равно py, то я могу сказать, что x транспонированное а x равно y транспонированное p транспонированное d py это равняется нет, это не y, это x, прошу прощения. Значит, это x. А вот это уже y. Значит, давайте p x назовем буквой y. y транспонированное d y равно 0. Отсюда следует, что d y равно 0. По-предыдущему. Отсюда следует, что ax равно 0. Вот так. Ну, вот. Такая приятная теорема, что ядро билинейной формы, ядро квадратичной формы совпадает с ядром ее как матрицы. Значит, ну да, ладно. Значит, почему теперь размер ядра может равняться только нулю или единицы. Значит, почему размерность n меньше либо равна единице. То есть, это мы доказываем. Значит, мы сейчас доказали, что у меня ядро как линейного оператора совпадает с ядром как билинейной формы. Теперь я хочу сказать, что для неразложимой матрицы ядро не более чем одномерно. Почему так? Ну, хорошо. Значит, пускай у меня какой-то вектор из значит, пусть у меня x ненулевой вектор принадлежит едро. Ну вот, ну и x равен x1 и так далее xn а я возьму вектор z который равен модуль x1 и так далее модуль xn Вот. Хорошо. Значит, теперь давайте я подставлю, то есть, ну я знаю, что у меня x принадлежит едро, то есть, x транспонированная а x равно нулю по-предыдущему. Да. Значит, но я могу сказать, что эта штука, конечно, равна нулю. Я даже так скажу. Значит, эта штука равна нулю. Но я утверждаю, что эта штука больше либо равна, чем z транспонированная az. Почему? Да потому, что если я возьму то, что тут написано, значит, я возьму, то есть, я перед всеми координатами поставлю знак плюс. я знаю, что у меня вне моей диагонали стоят неположительные числа. Это значит, что если я, ну, давайте я распишу, значит, в координатах, да, ну, я могу сказать, что это у меня сумма а и житая, хитая, хжитая, вот, значит, я могу сказать, что такая штука будет больше либо равна, чем сумма а и житая модуль и житая, модуль и житая. Почему? Да потому, что у меня все а и житая, которые не стоят на диагонали, они отрицательны. То есть, получается, что если я на них умножу неравенство хитая на хжитая больше либо равно, чем хитая и житая без модулей, с которым вы спорить не будете, отсюда следует, что а и житая хитая и житая наоборот меньше либо равно, чем а и житая хитая и житая без модулей. Ну хорошо, это значит, что я оценил эту вот величину транспонированную АЗ. Я ее оценил сверху нулем. То есть, это величина неположительная. Но с другой стороны, я в положительно полуопределенную матрицу подставляю вектор. Я должен получить что-то не больше нуля. Отсюда следует, что обязательно мой Z тоже должен принадлежать ядру. Правильно? То есть, получается, мораль такая, что если у меня есть вектор из ядра с какими-то координатами, то сделав все его координаты положительными, я этот вектор снова загоню в ядро. Такая странная штука. Ну как-то обычно в линии на алгебре вы не делаете такую вещь, как взятие модуля координаты. Но если разобраться, если вы действительно экономист, решаете какую-нибудь задачку, как вам что-нибудь оптимизировать, то вы можете действительно искать какой-нибудь собственный вектор, какой-нибудь матриц с положительными значениями. Хорошо. Значит, получается, что если я нашел вектор из ядра, то я нашел вектор с неотрицательными координатами из ядра. Теперь я утверждаю, что у такого вектора все координаты будут ненулевые. Далее я утверждаю, утверждается, что все координаты z и t отлично от нуля. Иначе матрица будет разложима. Иначе, ну давайте скажем, что g это такие координаты, у которых такие индексы, у которых z g t отлично от нуля. i это такие координаты, где z и t равно нулю. Ну вот. Ну тогда получается, что я могу сказать, что у меня есть сумма a и j t z житая равна нулю. Ну вот. А они все положительные. z gt, а ашки все отрицательные. то есть, получается, что у меня тем самым все i j равны нулю. Ну, как бы для любого i. Я могу написать такую штуку. Значит, я получу, что i все равно нулю. Значит, и приведу мою матрицу к блочному виду. и получу противоречие с ней разложимости. Ну, ладно. Это значит, тем самым я получил, что у любого ненулевого вектора из ядра все координаты отличны от нуля. Тем самым у любого ненулевого вектора из n все координаты отлично от нуля. Отсюда следует, что размерность этого пространства единичка. Почему это так? Ну, смотрите, если у вас есть два вектора из ядра, то любая их линейная комбинация тоже из ядра. Да? Ну, а если у вас есть два вектора, то вам ничего не стоит сделать их такую линейную комбинацию, что ну, какая-то координата обратилась бы в ноль. А такого нельзя. Отсюда будет следовать, что размерность ядра не больше, чем единицы. ну, ну, вот. Хорошо. Значит, это часть первого теоремы мы доказали с вами. То есть, мы доказали, что если у вас есть какой-нибудь, ну, какая-нибудь такая, значит, положить полуопределенную неразложимую матрицу, то у нее ядро не более чем одномерно, причем в ядре всегда можно, а, нет, это значит следующая часть, которую я докажу. Значит, следующая часть говорит, что минимальное собственное значение матрицы будет иметь кратность 1, причем будет существовать положительный собственный вектор. на самом деле понятно, как такое доказывать, после того, как мы доказали часть первую. Значит, часть B, значит, пускай у меня пусть A положительно полуопределенная, значит, D – это минимум из собственных значений. А это число больше либо равное нуля. Ой, давайте, не D, давайте лямбда. Значит, пускай у меня лямбда – это минимум из собственных значений, это число больше либо равное нуля. Давайте рассмотрим матрицу H' в которой есть A минус лямбда E. Да. A минус лямбда внуш на этаж 10. Так, ну, для нее выполнены все условия первого пункта. Она неразложима, потому что то, что на диагональ никак на разложимость не влияет. Она будет положительно тоже полуопределена. ну вот. Ну и в частности у нее будет нулевое собственное значение. У А было собственное значение лямбда, у А' есть собственное значение ноль. Я из всех собственных значений вычел лямбда. Значит, мораль. У меня собственное значение V лямбда, которое есть просто ядро матрицы А' одномерно. И существует вектор из н А' с положительными координатами. Ну а если это вектор из н А' то это значит существует собственный вектор для собственный вектор из в лямбда существует собственный вектор из в лямбда с положительным координатами. Отсюда мораль. Ну да, мораль, конечно, мы доказывали теорему. на использовании мы доказали теорему, мы можем сделать следующее следствие. Мы можем сформулировать такое следствие, что если у вас есть граф Кокстера, положительно определенный или положительно полуопределенный, то всякий его подграф тоже положительно определен или положительно полуопределен. Только давайте я для этого скажу, что такое подграф. Определение. Пусть гамма это граф Кокстера. Гамма штрих называется подграфом гамма, если он получается из гамма. либо удалением вершин и всех связанных с ней ребер, либо уменьшением отметок на ребрах. Ну, в частности, отметку 3 можно превратить в отметку 2, то есть ребро любое можно вообще стереть. Значит, тогда давайте докажем такое следствие, что следствие из этой теоремы, что если гамма положительно полуопределенный, или определенный граф Кокстера, отсутствие любого подграфа тоже положительно определенный или положительно полуопределенный. Ну, вот, хорошо. Значит, давайте скажем, что пускай у меня есть граф гамма, которому соответствует матрица А, я из него изготовил такими операциями граф гамма-штрих, которому соответствует матрица А-штрих. А-штрих. И что тогда? Значит, если я уменьшаю, выкидываю из графа вершины смешными, понятно, что происходит. Я просто перехожу под матрицу, да? Далее, если я уменьшу отметку на трибаре, то что происходит с А-штрих? Это минус косинус пи делить на м-штрих, что больше либо равно, чем минус косинус пи делить на м-штрих. А это равно А-штриха. То есть получается, что у меня элементы вне диагонали могут вырасти вне диагонали, увеличиваются. Ну, как бы увеличиваются по своему значению, а по модулю уменьшаются. Это отрицательные числа, которые увеличиваются. То есть их абсолютная величина уменьшается. Значит, ну, хорошо. Значит, пускай у меня есть граф подграф его. Давайте я предположу противное. пусть предположим, что А-штрих неположительно определен. Вот. слушайте, да, я сформулировал глупость. На самом деле, правда, конечно, что всякий подграф положительно полуопределенного графа будет положительно определенным, а не не только положительно полуопределенным, но еще и положительно определенным. Вот это совсем здорово. значит, ну, давайте-ка сделаем следующее, что предположим, что А-штрих неположительно определен. Предположим, что мы нашли такой подграф, который отвечает какому-то плохому, значит, чему-то плохому, неположительно определенному. Вот, давайте-ка сделаем следующее, тогда получается, что существует такой ненолевой вектор, значит, пусть этот граф на Энгершен, а этот граф на Энгершен. Значит, существует такой ненолевой вектор из R вкладой, такое, что X транспонированная H- X меньше либо равно нуля. Что значит, что форма неположительно определена, это значит, что существует такой вектор, на котором она возвращает неположительное число, может быть 0. Значит, давайте рассмотрим тогда давайте рассмотрим вектор с координатами X1 по модулю, X2 по модулю, остальные все нули из Rn. Я угождаю, давайте его сейчас засунем в матрицу A. А, да, извините, еще важное определение, важное условие вследствие, которое я забыл, это, конечно, надо сказать, что это связный граф Кокстера, иначе ничего не получится. Значит, да, давайте я сейчас возьму этот вектор и засунем его в матрицу A. Получится такая штуковина, что сумма A и G, модуль X, T, модуль до K, потому что дальше все равно все нули будут. Я могу сказать, что это меньше либо равно, чем сумма A и G, T, штрих, на модуль X, T, на модуль X, G, T, а это в свою очередь, как мы помним, меньше либо равно, чем если я модуль опущу A и G, T, штрих, X, T, X, G, просто. А это, как мы помним, меньше либо равно нуля. Ну вот. Значит, получается, что мы сделали что? То есть, да, значит, такая штука действительно меньше либо равна нуля, значит, все, что здесь написано, все равно нулю. То есть, получается, что мы предъявили некий вектор, который будет обращать в ноль матрицу A, положительно полуопределенную. А чем это плохо, скажите мне? Чем плохо именно такой вектор? Чему равно тогда K? Ну, давайте вспомним. В моей теореме, которую мы с вами только что доказывали, у меня вектор, собственный вектор для A, отвечающий на любом собственном значении, должен иметь строго положительные координаты. А K сделал нулями. Такого не может быть в силу неразложимости. Значит, что K равняется N. И у меня просто гамма-штрих содержит столько же вершин, сколько гамма. И получается действительно тем самым, что оно получается уменьшением отметок. Смотрите, но вот это равенство в своей очереди, это же равенство теперь. Но из этого равенства следует, что A и житая всегда равно A и житому штрих. Ну вот. Отсюда следует, что гамма-штрих это собственный подграфт. Ну то есть не так. Из этого следует, что гамма-штрих наоборот равен гамме. То есть если у меня подграф полуопределенного графа не является положительно определенным, то этот подграф просто обязан со всей гаммой совпадать. Ну вот. Ладно. Ну хорошо. Теперь давайте докажем теорему, в которой мы сегодня так долго шли. Теорема. На первой доске значит список у нас был некий список, как-нибудь его назовем. Не знаю, список вот такой звездочкой. У нас теорема. Список звездочка. Есть список всех положительно определенных графов. Ну, хорошо. Доказательства. Это доказательство будет какое-то бесконечное число шагов. Наверное, 16. Но эти все шаги будут очень простые. Давайте так. Ну, предположим, пусть гамма это граф, который положительно определенный и не перечисленный в списке. Значит, давайте поймем, каким он может быть. Ответ никаким. шаг номер 0. Значит, у него не меньше трех вершин, потому что все графы с двумя вершинами в списке уже есть. У него перечислено в... То есть, у нас есть список того, что мы хотим получить. А еще у нас есть список того, что не бывает. Значит, положительно полуопределенных графов у нас в этом списке быть не может. Значит, шаг первый. А, давайте я, наверное, это сделаю так. Давайте это первое. Оно у нас будет жить перед глазами и в таком маленьком виде. Значит, чего у нас не может быть. Таких графов не бывает. ну, то есть, их разыкивает милиция. Таких быть не может. Значит, почему в гамме не может быть отметки бесконечности? Скажите, пожалуйста, кто-нибудь. Значит, смотрите, я, у меня есть мой граф гамма, у меня есть следующая операция. Я могу уменьшать отметки на ребрах, я могу удалять вершину с ребрами. Значит, и утверждение, что я не могу получить ни один из графов в красной рамочке. утверждение, что отметки бесконечности нет нигде. Почему? Да если бы у меня была отметка бесконечности, я бы поудалял все, кроме тех двух вершин, которые этим ребром соединены, и получил бы А1 с волной. Правда? А1 с волной я получить не могу. Значит, так как нет А1 с волной. Хорошо. Второе. Нет циклов. Почему нет циклов? Может, мы поударяли бы все, кроме циклов, и получили бы цикл, который А1 с волной? Да, конечно. Значит, так как нет А1 с волной. Хорошо. Значит, пускай у меня дальше случай такой, что пусть M – это максимальная отметка. Значит, случай первый. То есть, нет отметок 4, 5 и так далее. Значит, ну, поскольку граф мой гамма – это не АН, это значит, что у меня есть вершина степени не 2, а 3 или больше. Вершина такая, точка ветвления. Есть точка ветвления. Значит, третий шаг. Я вот ожидаю, что точка ветвления у меня одна. Почему? Ну, где у меня нарисован граф с двумя точками ветвления? Ну, вот он, родимый, Dn с волной. Значит, нет Dn с волной. Точка ветвления одна. Так, а тут еще можно вспомнить, как выглядит граф D4 с волной. D4 с волной выглядит так. Значит, четвертое. Нет, D4 с волной. Следовательно, в точке ветвления сходится меньше, чем 4 Уса. Да, значит, меньше, чем, то есть, из точки ветвления растет 3 ветви, а, скажем, не 4, потому что, если бы было 4, мы бы удалили все и получили, мы бы удалили все кроме этих самых 4 ветвей и получили бы D4 с волной. Степень ее, степень этой точки ветвления равна 3. Ну, вот. Дальше. Я утверждаю, что у меня один из Усов обязательно имеет длину 1. То есть, получается, что мой граф имеет вид вот такой вот. граф имеет вид такого не знаю, такого-то точки, с которой торчат 3 Уса. Давайте что-нибудь скажем про длины их усов. Я утверждаю, что среди них обязательно есть Ус длины 1. Почему? Давайте посмотрим вот сюда. Если бы у меня было E6, то есть, если бы у меня было 3 Уса длины 2, то у меня был бы E6 с волной. Значит, нет E6 с волной. Все Усы длины. То есть, не так, не все, а есть Ус длины 1. Значит, стоя, нет E7 с волной. Отсюда следует, что у меня один из Усов обязательно имеет длину 2. Почему-то? Потому что если бы у меня был Ус длины 1 и 2 Уса длины 3, то это было бы E7 с волной. Значит, есть Ус длины 2. Далее нет E8 с волной. Отсюда следует, что длина последнего Уса не больше, чем 4. Отсюда следует, что гамма это E6 E7 или E8. Ну, хорошо. Значит, случай 2. У меня нет, у меня есть отметка длины, отметка 4 и больше. Значит, случай 2 это был там, не знаю, А, B есть отметка больше либо равной 4. значит, дальше. Почему так? Я утверждаю, что такая отметка, такой ребро с отметкой может быть только одно. что там, 8, да? нет, cn с волной. Следовательно, такая отметка только одна. 9. Нет Bn с волной. Вот сюда следует, что не может быть одновременно точки ветвления и отметки 4 и больше. Значит, в таком графе нет точки ветвления. ну, значит, что этот граф мой имеет вид просто какая-то такая прямая, на ней сидит отметка, он как-то в две стороны длится. Ну, Ну, ладно. значит, дальше граф этот мой, ну, гамма не равен Bn, ну, потому что Bn я уже перечислил. Это значит, что на крайних ребрах не 4. Дальше. 11. поскольку мой граф не может быть равен F4 с волной. Так, значит, секунду. Дальше я хочу сказать следующую штуку, что если у меня нету F4 с волной, то получается, что у меня у меня может быть только отметка … сейчас, одну секунду. Значит, если у меня нет F4 с волной, то у меня получается, что мой граф состоит из 4 вершин. граф мой состоит из 4 вершин. Ну, не более, чем 4. Почему? Ну, потому что если бы в нем было 5 вершин, он имеет такой вот вид. у меня там M, какая-то отметка, значит, в нем 5 вершин. Ну, всегда получается, что я могу сказать, что он содержит F4. Я могу эту отметку сделать четырьмя, опустить ее, значит, отметку M я могу сделать четырьмя, она не с краю. Вот я получил граф F4 с волной. Не может такого быть. Значит, хорошо. но поскольку у меня теперь, значит, теперь, как может выглядеть мой граф? В нем может выглядеть только так или так. Хорошо. Но дальше я могу сказать, что эта отметка не может быть больше пяти. Почему? Да потому что она, иначе мой граф содержал бы G2 с волной. Значит, нет. G2 с волной. Отсюда следует, что M меньше либо равно чем 5. Хорошо. Это значит, что так, а теперь давайте вспомним, что у нас еще были такие графы Z4 и Z5, которые были плохие. они были отрицательно полуопределены. Отрицательно определены Z4 и Z5. Значит, теперь получается, что шестерок у меня нет. У меня есть отметка либо 4, либо 5. Значит, если 4, она не с краю, рассмотрим случай, когда она не с краю. Она либо, да, у меня 4 ребра, то есть 4 вершины. Значит, у меня она может быть посерединке, но если она посерединке, она может быть только четырьмя. Вот. А поскольку у меня нет Z4, то на крайнем ребре это 5. Значит, нет Z4 на крайнем ребре. То есть пятерка должна быть на крайнем ребре. Так, предположим, что если мы предположили, что M равно 5 у нас, да, значит, если M равно 4, то мы получили либо BN, либо F4. Теперь предположим, что M равно 5. Но Z4 у нас нету. Это значит, что пятерка стоит на крайнем ребре. А последний шаг говорит, что Z5 у нас нету. Отсюда следует, что ну да, что вершин у меня вершин в таком случае не более 4. Ну вот, то есть я тем самым исключаю такие вот паттерны запрещенные, да, значит, если у меня 4 вершины, да, значит, у нас-то вершины вершины 3 или 4, то это будет либо H3, либо H4. Ну вот. Значит, все возможные случаи, когда у нас это ребро имеет отметку 4 мы уже рассмотрели. Значит, здесь мы получили, что у меня либо либо BN либо F4. Вот. Ух, ну тем самым я перечислил все положительные определенные графы. Задача доказать, что второй список содержит все положительно полуопределенные графы. Примерно таким же рассуждением. Уф. Ладно, слушайте, мы сегодня доказали великую теорему, мы с вами большие молодцы. Вот, что я вам могу сказать. Вот, давайте сейчас сделаем перерыв, а потом давайте, наверное, до половины, да? А потом с половины мне, к сожалению, не идти, а Коля что-то такое разберет с вами это уже будет говорить про какие-то многогранники. Собственно, будем эту теорему теперь применять. объемами, да, и это все будет как-то применяться. Не зря же рассказывали. Ну, конечно, это все вообще очень много где надо. Давайте я анонсирую, что, например, что в следующий раз мы с вами поговорим про кристаллографические группы, которые сохраняют решетку, и мы с вами, например, выясним, почему кристалл не может иметь симметрии по 5. А через раз, я думаю, что мы с вами классифицируем все правильные многогранники ВРН. Ладно, значит, перерыв и в половину возобновляем наше мероприятие. Все, двигаемся дальше. Запись началась. Так, ну что, вот есть ли какие-то вопросы по тому, что мы обсуждали в прошлый раз? Помните, на чем мы остановились? я могу, в принципе, в общих чертах напомнить, да, что мы работали с дискретными подгруппами, да, значит, мы работали с дискретными подгруппами движений пространства XN. Вот, мы определили для них фундаментальные области, значит, и для этих вот дискретных групп движений мы доказали, что я вот напишу в скобочках, да, метод метод Пуанкаре, я вот это все уже повторять так особенно не буду, но я напишу основную мысль, да, что это группа гамма, порождается преобразованиями смежности SF, и в ней выполнены следующие соотношения, значит, соотношения двух видов, здесь F, ну, я так напишу, сейчас, один момент, давайте, будет трехуровневая запись, значит, F это граньку размерности 1 для фундаментального многогранника P, так, and P, а, что-то я стал случайно писать по-английски, но не суть, значит, и P фундаментальный многогранник для гаммы, так, хорошо, значит, F это граньку размерности 1, вот, потом есть соотношение вида SF на SF' равно, ну, я не знаю, как хотите, обозначать единицу или там нейтральному элементу, вот, а также есть соотношение вида SF1 и так далее на SFK, тоже равно е для всех обходов, да, это обходы вокруг n-2 мерной грани, вот, я напомню, что, да, для дискретной группы движений, вообще говоря, фундаментальных многогранников неоднозначно находятся, но есть теорема, да, что там можно построить вот такую область дирехле, которая всегда является обобщенным выпуклым многогранником и будет фундаментальной областью для нашей группы гамма, вот, значит, давайте я нарисую, простите, пожалуйста, там точно SF на SF' равно единице, то есть там произведение любых двух отражений это единица? нет, там вот F' выбиралось как прообраз, вот давайте поэтому я нарисую картинку, только чуть побольше, наверное, значит, вот была какая-то камера P, ну и так, я не особенно слежу за тем, чтобы у меня совпадали P, вот, вот F' значит, вот это дело тогда SF' P, как определяется F' он переходит в F под действием SF' понятно, да? вот, и тогда оказывается, что вот для всех таких F, конечно же, есть такая грань F' которая в него перешла, вот, и собственно тогда их композиция будет вот то, что нужно, вот, так что я здесь обозначил желтеньким, я подчеркну желтеньким, вот, а также есть обходы вокруг их я нарисую красненьким, значит, обход это что? Вот мы можем по цепочке граней пройти и вернуться в нее же и собственно я более детально расписывал как это дело происходит, вот, и это связано вот собственно именно с этими обходами, вот, обходы вокруг. Понятно, что у вас, если вообще говорю область, ну, мы считаем, да, теперь, что многогранник с конечным числом граней, но не обязательно конечного объема, вот, для бесконечного числа граней это все тоже в принципе работает, но просто тут у вас уже будет бесконечно порожденная группа и с бесконечно порожденной группой как-то не так весело, вот, значит, если у вас конечное число граней, то у вас n-2 мерных грани вне тоже конечное число, вот, это, соответственно, вам достаточно все обходы записать и вы получаете, да, вот, группу в виде порождающих или образующих и определяющих соотношений. Итак, значит, что теперь происходит в этом смысле с группами отражений? Да, там, ну, вот, собственно, из этого метода можно вывести такую вещь. Ну, давайте я сформулирую, давайте я сформулирую это как прям полноценная теорема. Вот. Значит, первая часть этой теоремы. Пусть гамма наша, да, порождена отражениями. Ну, гамма всегда обозначает дискретную группу, я дальше не буду это писать. Вот, порождена отражениями. отражения подразумеваются в гиперплоскостях. Вот. Значит, могут быть, вообще-то, и другие отражения, там, да, отражения в меньших размерностях, то есть, там, инволюциями их обычно называют. Вот. Но мы и говорим про отражения в гиперплоскостях. Значит, пусть гамма порождена отражениями. Вот. Тогда фундаментальный многогранник для гаммы является многогранником кокстера. Так, кокстера. Еще часто пишут кокстера, но ударение, конечно, правильно говорить кокстера, и поэтому, в общем-то, как слышится, так и пишется, это, в общем, не очень большая разница. По-английски он кокстер. Вот. Хорошо. Значит, является многогранником кокстера. Ну и, собственно, это означает, что ваша группа гамма порождается, да, теперь, как бы, используя вот этот метод Панкаре и вот эти соотношения. Это означает, что он порождается, и, да, его можно породить именно отражениями в стенках только этого многогранника. То есть, все остальные отражения будут выражаться через эти отражения. Вот. Значит, что означает, что он является многогранником кокстера? Давайте я это тоже запишу. Вот. То есть, да, он является пересечением так, ну, может быть, бесконечного числа, но при этом счетного. Получисла полупространств. Так, я напишу, где угол между так, правильнее, конечно, написать, где, да, либо у нас есть двугранный угол между двумя ограниченными гиперплоскостями, равный и делить на m и g, вот, либо h и параллельно hg. Ну, можно считать, что m и g тут равно бесконечность. Ну, собственно, мы так и будем всегда считать. Вот. Либо h и и hg расходятся. Так, что ж такое, что-то я как-то у меня дело криво пошло, расход деца. Так, отлично. Так, а кто такой многогранник Кокстера, понятно, да? Значит, как он устроен? У вас есть гиперплоскости, любые два, любые две гиперплоскости либо вообще не пересекаются, либо образуют вот такой двугранный угол. Тут запрятана некоторая теорема, на самом деле, что если у вас грани не смежные, да, то есть, вот на самом деле вот эти два товарища могут пересекаться только по какой-то n-2 мерной грани. Вот. То есть, не может быть такого, что давайте нарисую где-нибудь картинку. То есть, такого многогранника Кокстера получиться ни в каком из пространств постоянной кривизны не может. Вот. То есть, если они пересекаются, то вот эти две штуки могут пересекаться только на абсолюте. Понятно, да? Это самое, что может с ними случиться. Вот. Но, более того, если они пересекаются на абсолюте, то тогда на самом деле у них, я так понимаю, вот эта вершина должна быть бесконечно удаленная. Вот. Значит, гиперплоскости несмежных граней не пересекаются. Так. И таким образом это надо зачеркнуть. Вот. Хорошо. Вторая часть. Собственно, верна и обратная теорема. если так, давайте я подниму наверх. Так. Если P многогранник кокстера, то группа гамма, которую я обзову гамма от P, порожденная отражениями в стенках, ну или то же самое, что в гранях, вот в стенках слэш гранях P является дискретной, она будет дискретной подгруппой, да, изом XN, разумеется. Вот. Причем P ее фундаментальный многогранник. ее фундаментальный многогранник. Так, ну в общем, ну я думаю, что в общем виде доказательство этой теоремы принадлежит Винбергу, ну и по всей видимости, так, ну в таком общем, значит я это написал для HN, но давайте я здесь напишу XN, потому что конечно это XN и здесь тоже XN. Вот. Так, ну, хорошо бы еще здесь написать, что это Горольд Кокстер. Так, ну смотрите, таким образом, значит, что с группами отражений происходит хорошего? для них многогранник, да, фундаментальный область определена однозначно. Вот. Отражение вы можете воспринимать как такие зеркала, которые разрезают ваше пространство, да, зеркала эти никуда не денешь, они есть, и вот зеркала, которые ограничивают какую-то ячейку, да, которую больше никакое другое зеркало не пересекает, вот, значит, в таком случае такая ячейка и будет вот тем самым многогранником Кокстера. Вот. Отчасти это следует из метода Пуанкаре, но вообще говоря, это все доказывается там без метода Пуанкаре, да, то есть там такая аккуратная работа вот с многогранниками Кокстера. Значит, теперь хорошо бы посмотреть, как применить вот этот метод Пуанкаре, чтобы группу гамма записать в виде, ну, в абстрактном виде. Так, значит, ну, собственно, это приводит нас к понятию абстрактной группы Кокстера. Вот. Я давайте здесь напишу следствие, да, следствие. Значит, пусть гамма равно гамма от П, вот, и пусть П это пересечение уже теперь конечного числа полупространств. Да, значит, я напишу группа отражений. Значит, она, конечно же, мы когда говорим группу отражений, мы подразумеваем группу, порожденную отражениями, целиком состоять из отражений она очевидно не может. Как минимум, композиция двух отражений у вас уже будет поворотом. Так, хорошо. Теперь, гамма от П это группа отражений, вот, ну, тогда гамма есть группа, порожденная R1, Rn, такими, что R и T в квадрате равно R и на RG в степени M и G равно E для всех и и G. Понятно, да? Вот это важная вещь. Так, есть пока вопросы какие-то? Собственно, это приводит нас, значит, абстрактная абстрактная группа Кокстера. Вот, это, собственно, группа, которая вот задается в таком виде. В принципе, опять же, можно рассматривать бесконечно порожденная группа Кокстера. Вот, с ними не так все интересно, вот, но опять же, их рассматривают. Вот, так, перепишу вот здесь вот заново. Тут важно отметить, что там, где у вас гиперплоскости расходились, там композиция этих двух отражений R и RG. в одном случае будет параболическим поворотом, то есть, это будет поворот вокруг бесконечно удаленной точки, да, в случае, если эти грани пересеклись на бесконечности. В другом случае, что из себя это будет представлять? В другом случае, композиция вот этих двух расходящихся, давайте я нарисую, да. Значит, в этом случае композиция двух отражений, это будет параллельный перенос вдоль такой, ну, вдоль геодезической, которая перпендикулярна обоим, ну, обеим гиперплоскостям. Вот. Это все элементы бесконечного порядка, поэтому и соотношения никакого не будет. Вот. Хорошо. Значит, можно задаться обратным вопросом, да, вот есть у вас такая абстрактная группа, как понять, ну, в какую, например, вот из этих вот, да, из какой из трех пространств она действует. Вот. Ну, это на самом деле вот это уже довольно сложная задача. Вот. Если, например, у вас нету бесконечных меток, да, если у вас для всех и ижи есть какое-то соотношение, да, если у вас нету бесконечных меток, да, то тогда можно построить матрицу грамма, ну, или матрицу косинусов. Значит, матрицу косинусов можно задать как матрицу, где на диагонали стоят единицы, вот, ну, собственно, вот в лекции уже это обсуждалось, а тут стоит минус косинус и делить на м и ж. так вот, можно доказать теорему, что если косинус гамма положить на определенные матрицы, да, то гамма это, ну, я напишу так, это конечная группа отражений на сфере. Ну, раз она на сфере, то, очевидно, она конечная. Вот, но вообще говоря, на вот эти все вопросы о том, где действует абстрактная группа Кокстера, это, в общем, результат целой статьи довольно большой, там, статья 71-го года тоже Винбрега про линейные представления групп Кокстера. Вот, мы немножко про это дело поговорим, но чуть позже. Вот, хорошо, значит, с абстрактными группами так вот немножко разговор до них дошел. Вот, кстати, про положительно определенные, да, вот, про конечные группы отражений на сфере. Я хочу оставить задачу на дом. Ну, я почти уверен, что ответ правильный, потому что у меня есть некоторые предположения, как это доказывать, я не до конца в этом убедился. Значит, ну, я напишу доказать, что мне так интуитивно кажется, что это просто, вот, но и надо аккуратно посмотреть. Вот, доказать, что, так, букву плохо нарисовал, что ортогональная группа с коэффициентами в z, это, что, это конечная группа отражений типа bn. Значит, моя идея, что нужно посмотреть, как это дело действует на базисных векторах, вот, и просто можно построить фундаментальную область для этой группы. Вот, ну, то есть, просто посмотрите на координатах в пространстве REN, вот, думаю, что это правильное утверждение. Значит, если у нас разговор зайдет в конце семестра про какие-то простейшие примеры арифметических групп, то вот эта группа там всплывет. Вот, ну, не это, а похоже, но это тоже всплывет, в общем, в этом обсуждении. Хорошо, значит, мы теперь двигаемся дальше. Следующий пункт нашего плана и, собственно, основная цель на сегодня, значит, разобраться, как же с многогранниками Кокстера вообще в пространстве Лобачевского работать. Значит, да, я теперь отмечу хронологию, да, то есть 1934 год. Кокстер просто, ну, вот, классифицировал все, да, группы отражений с многогранником конечного объема, да, группы отражений. группы отражений на этих пространствах EN, SN, да, ну, вот он это делал, классифицировал, статья, между прочим, вышла, разумеется, в Эннелс в Математиксе. Так, хорошо, значит, ну, там просто есть список, да, вот, собственно, табличку. на лекции уже обсуждали про сферы, вот, ну, и про эвклидовое пространство, по сути, это осталось в виде задачи, вот, ну, идея доказательства там примерно такая же. Так вот, значит, есть таблицы, да, вот эти AN, BN, там, EN и так далее, ну, там, на самом деле, EN только 3, возможно, да, E6, E7, E8, вот, а еще есть H и там вот эта группа диэдра. Так вот, вопрос теперь, как определить, давайте я напишу, вопрос, как определить конечность объема или компактность давайте так напишу, так, как определить, что многогранник кокстера P компактен, ну, то есть ограничен, да, я напишу ограничен, или, так, или что, где P, так, ну, я могу это, в принципе, и тут написать, ваш N, в пространстве Лобачевского. Так, ну, вот, ответ на этот вопрос дается, на самом деле, ну, вот его проще всего дать в виде схем кокстера, поэтому давайте мы напомним, да, что есть схемы кокстера, многогранников, многогранника P. Итак, мы рисуем ребро с весом M и G, если угол, да, I и H, G, если угол у нас был вида P делить на M, P делить на M, потом мы рисуем бесконечную или жирную, ну, бесконечную метку или жирное ребро, если они параллельны, вот, и мы рисуем пунктирную линию, если, ну, и как правило, пририсовываем вес, но не всегда, да, вес здесь какой, гиперболический косинус расстояния между этими расходящимися гиперплоскостями, если HI и HG расходятся. Так вот, да, значит, ну, я не знаю, давайте мы нарисуем, ну, собственно, схемы уже какие-то рисовали в евклидовом случае, вот, ну, там, я не знаю, это мы сейчас потренируемся, задачи какие-то порешаем как раз, вот, давайте я сразу перейду к делу, как определять конечность, объем и компактность, а затем мы уже будем на примерах разбираться, как это все работает. Хорошо, так, ну, вот, вот эти теоремы, которые я здесь привожу, они на самом деле не очень тривиальные, они интуитивно понятные, но они непростые, и их доказательства, конечно же, это, в общем-то, для этого надо читать полноценные лекции, вот, если будет интересно, я могу, ну, собственно, я уже говорил ссылки, но я могу прям дать точные ссылки, где, где читать доказательства, вот, по некоторым из этих вещей лучше всего даже написано в рукописных заметках всяких спецкурсов, вот, но, в общем, уже имеющейся литературы хватает. Так, значит, теперь, собственно, основная идея, значит, основная идея такая, я, конечно, стараюсь все записывать, вот, но, к сожалению, когда я стараюсь все записывать, это все дело превращается в некоторую лекцию, даже скорее, а не семинар. Итак, какая основная идея? Значит, я напоминаю, да, что, так, слово эллиптическая схема произносилась на лекциях, нет? 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 Так, значит, смотрите, эллиптическая схема Кокстера – это схема положительно определенной, положительно определенного графа Кокстера, но классификации есть как бы связанных эллиптических схем. Вот, понятно, что вы можете брать там дизюнктное объединение, да, каких-то связанных компонентов, это тоже будет эллиптическая схема, вот, ну, потому что матрица косинусов, это будет просто состоять из блоков этих, ваших компонентов, она тоже будет положительно определена. Значит, эллиптические схемы, да, это конечные группы отражений, ну, разумеется, это на сфере. Вот, а параболические схемы – это дискретные группы отражений, это группы отражений в ЕН. Значит, так, списки связанных параболических и связанных эллиптических схем у нас в нашем распоряжении имеются. Вот, а теперь, какая основная идея? Вот у вас есть многогранник P, значит, первая, часть первая. Если вершина принадлежит, так, виноват, если вершина принадлежит HN, то она принадлежит ровно N граням. Это, в общем-то, следует из чего? Из того, что я вот в прошлый раз обсуждал теорему, что, да, как бы окрестность любой точки пространства Лобачевского, она дифиоморф на N-1 сфере. Вот, таким образом, если вы возьмете здесь сферу, да, с центром в этой вашей вершине, то она пересечет, на самом деле, ваш многогранный конус с вершиной, да, V, ровно по сферическому многограннику Кокстера. Вот, вот что из этого следует. Таким образом, стабилизатор вершины, да, то есть, тогда гамма V, да, я вот так обозначил стабилизатор вершины V, где гамма – это вот, да, наша группа, порожденная отражениями в стенках P. Ну, тогда гамма V – это просто эллиптическая, ну, конечная группа Кокстера. Конечная группа Кокстера. То есть, схема, соответствующая вот этой группе гамма V, так вот, как бы обозначить, я не знаю, граф вот этой группы. Не знаю, ладно, пусть будет S, да, так, ну, ладно, так, пусть, то есть, схема гамма V является, да, эллиптической подсхемой. Значит, вот здесь вот слово подсхема не надо путать с термином подграф, который сегодня вводился на лекции. Подграф позволяет понижать метки, подсхема – это в буквальном смысле подсхема. Вы просто берете часть вершин и забираете все ребра, которые там, эти вершины друг к другу соединяют. Все остальные ребра и все остальные вершины вы выкидываете. Вот, это будет эллиптическая подсхема. Она не обязательно связанная, вот, но она должна быть какого? Она должна быть ранга N. Ну, то есть, ранг матрицы грамма, да, ранг матрицы грамма, так, как обозначить матрицу грамма? G от гамма V равен N. Так, я с этим не наврал, давайте подумаем. Давайте рассмотрим трехмерный случай. Тогда пересечение получается треугольником, правильно? Значит, раз это треугольник, действующий на двумерной сфере, то… А, и да, это положительно определенная будет матрица 3 на 3. У нее, разумеется, ранг 3. Да, я, в общем, здесь нигде не накосячил. Хорошо. Теперь, соображение второе. Ну, во-первых, да, чтобы у вас был многогранник, то есть, если у вас есть многогранник, то все-таки предполагается, что есть хоть одна вершина. Вот, ну, многогранник без вершин – это что, это там либо полупространство, либо, там, я не знаю, пересечение двух полупространств. Вот, но этот случай неинтересный, ясно, что конечного объема быть такое дело не может. Вот, значит, есть хоть одна вершина. Вы можете в эту вершину попасть. Да, и вы должны проверить, что эта вершина, ну, действительно лежит где надо. Оказывается, это можно сделать, найдя хотя бы одну, да, эллиптическую подсхему ранга n. Есть эллиптическая подсхема ранга n, значит, есть вершина. Вот, так, теперь дальше. Так, пока нет вопросов? Ну, мы сейчас будем тренироваться, ну, скоро начнем тренироваться на некоторых примерах. Я надеюсь, что, ну, как-то станет понятнее, как с этим делом работать. Так, двигаемся дальше тем временем. Значит, итак, смотрите, теперь у вас есть, да, теперь у вас есть вершина. И, в принципе, у вас все грани, да, как минимум, две грани у вас всегда, если они пересекаются, то они пересекаются по n-2 мерной грани, правильно? Вот. Более точно, если у вас несколько граней даже пересеклись, то это, соответственно, будет какая-то грань размерности n-k. Вот. Тогда что можно сформулировать в данном случае, что можно сказать? Так, сейчас, один момент, что-то у меня куда-то. Вот, да, я тут. Отлично. Значит, я здесь напишу некоторые, ну, это, наверное, не совсем теорема, но это, в общем-то, некоторые предложения. Итак. Хорошо, значит, пересечения. Так, h1 и так далее. Сейчас, видимо, нужно взять, сейчас мы разберемся, сколько нужно взять граней. Значит, одна грань – это грань куразмерности 1, вот, две грани – это грань куразмерности 2. Значит, пересечение k граней, да, это, ну, я не знаю, это f, где размерность f равна n-k, вот. То есть пересечение граней, какого-то количества граней, даёт грань куразмерности k, тогда и только тогда, когда схема, то есть подсхема, давайте я всё-таки, да, действительно, введу. Так, значит, у нас буква s будет обозначать схему, так, s от гамма, это схема кокстера. Группа гамма, она же равна s от p, вот, и ясно, что подсхемы мы, это либо как схема, да, для какой-то группы отражений, и это то же самое, что схема, как бы взятая, которую мы взяли как подсхему нашего графа просто, то есть мы, как бы, берём только какие-то конкретные вершины, остальные выбрасываем. Вот, хорошо, так, значит, вот эта подсхема h1 и так далее, hk, что с ней должно быть выполнено? Ну, давайте вот на примере вот этого простого случая, да, в трёхмерном пространстве. Значит, у вас эллиптическая группа. Теперь пересечение любых двух плоскостей, это ребро в данном случае, и что происходит? Это будет эллиптическая подсхема вот этой эллиптической группы гамма f, да, то есть вот этой конечной группы. То есть это тоже будет, безусловно, конечная подгруппа, вот, вопрос только, какого она ранга? Ну, очевидно, она должна быть того ранга, то есть вам нужно просто вычесть из ранга вот этого стабилизатора, да, из ранга гамма v, просто столько грани, сколько вы выкинули. Вот, ну, в данном случае у вас здесь была группа ранга 3, значит, каждому ребру соответствует группа ранга 2, да. Так, значит, тогда ранг вот этой схемы какой должен быть? Ну, видимо, ранг k, правильно? Так, я прав? Все-таки такое ощущение, что я тут не совсем прав, и где-то я тут запутался. Давайте подумаем, где. А, нет, наверное, я правильно все написал, Дань. Да, похоже на правду. Да, похоже на правду, Дань. Вот. Значит, дальше у нас появятся параболические подсхемы, но я для начала хочу разобраться только с ограниченными многогранниками. Вот, это немножко более простая вещь, чем многогранники конечного объема, хотя, в принципе, идея такая же. Так, значит, следующее. Ну, это, наверное, можно тогда сформулировать в виде теоремы. Так, давайте я тогда это дело сформулирую в виде теоремы. Так, теоремы. Хотя, опять же, наверное, это... Ну, да, это все-таки вот это теорема, это можно считать теоремой, это некоторые достижения, которые, в общем-то, и делают всю эту теорию Винберга действительно вполне выдающейся. Вот, значит, что происходит? Многогранник Кокстера у нас тогда ограничен, тогда и только тогда. Да, значит, прежде чем формулировать теорему, давайте я сформулирую теперь вот это дело как идею. Вы взяли многогранник, да, у вас многогранник стартовал с какой-то вершины, и вы поехали по ребру. Ваше... Ну, вы можете ехать не по ребру, на самом деле, а по пересечению любых двух гиперплоскостей. Вот, но давайте мы, чтобы как бы нам было действительно интуитивно легче думать, мы про трехмерный случай смотрим, да. Пересечение любых двух плоскостей. Вот, вы должны, поехав из ребра, попасть в вершину, да, тоже, которая находится в пространстве Лобачевского. Не на границе, не за абсолютом, а в ней. Вот, таким образом, что такое ребро? Это пересечение каких-то двух граней. То есть это всегда, как в данном случае написано, это всегда под схемой ранга n-1. В данном случае это будет под схемой ранга 2. Вот, да, сколько вы взяли зеркал, столько и таков и ранг под схемы. Так вот, чтобы ребро всегда заканчивалось в той или иной стороне, да, вершиной, вам нужно, чтобы любую под схему ранга n-1 вы могли дополнить до эллиптической, да, в точности двумя способами. Оба этих способа соответствуют двум вершинам этого ребра. Понятно, да? Как бы теперь, я надеюсь, понятно, почему это дело вот так происходит. Ну, я теперь давайте это дело аккуратно запишу. Значит, хорошо. Многогранник Кокстера П компактен, если и только если любая эллиптическая под схема, да, что ранга n-1 дополняется до схемы ранга n, да, в точности двумя способами. Вот это необходимые достаточные условия компактности. Сейчас мы поговорим про более эффективные возможности проверять компактность, но для начала вот с этим разберемся. Так, дополняется до эллиптической под схемы. ранга n ровно двумя способами. Ну, на самом деле, мы так интуитивно-то это дело уже доказали. Вот. Ну, давайте теперь попробуем. Собственно, теперь мы можем посмотреть на всякие примеры. Ну, давайте сразу начнем с треугольников Кокстера. Так, сейчас схемы Кокстера. Так, ну, теперь поехали разбираться с треугольниками. Так, треугольники. Кокстера. Так, ну, вот для случая Е2, по-моему, мы уже выписывали, да? То есть для Е2, С2 это не очень интересно. Вот. Нас интересует случай H2. Значит, вот у вас есть треугольник Кокстера. У него там три угла. Вот. Вершины все обыкновенные. Значит, π делить на k плюс π делить на l плюс π делить на m. Меньше, так, меньше π. Виноват. То есть просто обратные величины k и lm должны быть меньше единицы. Да, в сумме. Вот. Ну, этих треугольников бесконечно много. Вот. Значит, я не знаю, давайте какой-нибудь там, какой угодно пример вы можете нарисовать. То есть на самом деле тут могут быть углы, и вообще там, чтобы не было никаких π пополам. Вот. Схема Кокстера тоже будет в таком случае треугольной. Собственно, какие у нее будут веса? У нее будут веса k, l, m. Вот. Если есть прямой угол, то схема становится линейной. Вот. Двух прямых углов, разумеется, быть не может. Это вы сами понимаете. Вот. То есть k, lm могут стремиться все к бесконечности. И, значит, вот у нас такие схемы. Давайте попробуем проверить всю эту науку крутую на, ну, как бы, да, на треугольниках. Кто у нас будет эллиптическая подсхема ранга n-1 для треугольника? Эллиптическая подсхема ранга n-1 у нас просто в данном случае это что? Что у нас будет эллиптическая? Ну, у нас двумерная картинка, да? У нас n равно 2. Так. k, lm, да, а n равно 2. Вот. Значит, n-1 это просто вершины. Вот. И, собственно, у нас все подсхемы эллиптические, вообще все подсхемы ранга n-1 у нас являются эллиптическими. Нам тут повезло. Вот. Ну, и, собственно, мы видим, что дополнение. Берем вот эту вершину, она дополняется до эллиптической ранга ровно двумя способами. Вы либо можете взять вот это ребро, либо можете взять вот это ребро. Значит, чтобы она была эллиптической, вам там нельзя, чтобы это дело равнялось чему? Чтобы там не было бесконечных меток. Вот. Давайте попробуем подобрать какую-нибудь ситуацию. То есть, давайте мы нарисуем, я не знаю, Евклидов многогранник, и поймем, почему для него критерий не работает. Интересно такое сделать? Давайте вот попробуем, да? Значит, давайте возьмем Евклидов треугольник с углами 30, 60, 90. Значит, здесь Пи на 6, тут Пи на 3. Какая будет у него схема Кокстера? У него две грани перпендикулярные, вот, а тут, значит, тройка, ну, а тут шестерка, да? Какая проблема у нас возникает? А, ну, да, это все. Я теперь понял, что мой вопрос, конечно, некорректный, потому что изначально предполагается, что у вас уже есть гиперболический многогранник. Вот. Значит, вопрос нужно ставить следующим образом. Дайте я это выделю так в отдельный кусочек. Да, такой довольно очевидный. Вот. Ну, кстати, вот эту схему иногда рисуют в таком виде. Берут одно, да? То есть, как правило, для маленьких. И берут здесь 4. Да, я 4 нарисовал. Хорошо. Значит, у вас предполагается уже, что вы гиперболичность многогранника определили. Вот. Как определить гиперболичность многогранника по его матрице граммы? Матрица граммы должна быть сигнатурой N1. Вот. Давайте я напишу следующее, ну, следующее тоже предложение. Тоже довольно полезное. Значит, если P, да, это пересечение конечного числа H, тогда ЕК, тогда, где ЕК, это единичный вектор нормали, вот, то, тогда, значит, да, матрица граммы Е1 и так далее, ЕН имеет сигнатуру N1, да, тогда и только тогда, когда P в пространстве Лобачевского. Вот. Дальше это матрица грамма G от Е1 и так далее, ЕН. Ну, получается, она должна быть положительно определена. Вот. Тогда и только тогда, когда P лежит в СН. Вот. Ну, и причем в этом случае, разумеется, N большое будет на единичку больше, чем N маленькое. Вот. И да. Хорошо. И, наконец, третий случай. У вас вот это дело имеет сигнатуру N0, ну, то есть N плюсов, да, это означает, что у вас N плюсов, а дальше остальные нули в диагональном виде, да, этой матрицы. Тогда и только тогда. Так, сейчас один момент. Так, меня сейчас слышно, да? Да. Все, отлично. А то у меня что-то как будто звук пропал. Все. Хорошо. Возвращаюсь к записи. Значит, тогда и только тогда, когда P и в клидов. Вот. Вот это как определяет, в каком пространстве у вас многогранник. Хорошо. Значит, с треугольниками Кокстера мы разобрались. Можно теперь попробовать разобраться с симблексами Кокстера. Значит, это так называемые лайнеровские схемы. Давайте попробуем все-таки это вместе поделать. Значит, лайнеровские схемы это ограниченные симплексы Кокстера. в трехмерном, ну, в H-N. Ограниченные симплексы Кокстера в H-N. Так, значит, смотрите, что мы знаем с вами про ограниченные многогранники Кокстера. Они все простые. Вот. Симплекс, да, пусть у вас есть симплекс, да, вот в этом случае у вас P это выпуклая оболочка N плюс 1 вершины, то есть у вас N плюс 1 грань. Давайте подумаем, каким условием, да, задается ну, вот это вот наше счастье лайнеровское. Ну, что это означает? что если вы выкинули любую вершину, что у вас должно получиться? Ну, то есть любая ее собственная подсхема, вообще, видно, должна быть эллиптической. Понятно, да? Если вы, да, давайте на примере, там хотя бы тетраэдры, вот вы выкинули грань, у вас остается всегда стабилизатор вершины. Понятно, да? Ну, то есть любая собственная подсхема должна быть эллиптической. Давайте тогда я напишу, что это значит лайнеровские схемы, да, это вот такие ребята. Что это означает? Вот. Это означает, что любая собственная подсхема эллиптическая. Так, ну, я думаю, что вот мы на сегодня собственно с ограниченными многогранниками и как бы закончим. Вот. А какие-то задачи и примеры я тогда, я не знаю, напишу. Думаю, что вот прямо сейчас напишу. И надо будет порешать. Вот. Ну, вот собственно задача. Давайте вместе как-то, я не знаю, вот эти симплексы переберем. Вот. Это я знаю, что некоторые мои студенты знают, как это делать. Поэтому я вот сейчас прошу какого-то ответа от других. Понятно, что нужно делать? Давайте начнем хотя бы с трехмерного случая. Так, ну, давайте я оставлю некоторую такую тоже подсказку, что схема Кокстера гиперболического многогранника всегда связана. Вот. То есть у нее она не может распадаться на две компоненты. Вот. Ну, на самом деле это не очень сложное утверждение, но полезно иметь этот факт в виду. Вот. Таким образом, если у вас есть вот это дело в H3, то у вас четыре грани всего, да? Ну, давайте, я не знаю, нарисуем. Потенциально у вас могут быть все ребра. да? Ну, так чисто теоретически. Но на самом деле там с этим не все так. То есть у вас должна быть эллиптическая схема при выкидывании. Вот. Какие схемы мы знаем эллиптические? Ну, их там как-то вроде немного, да? То есть нам давайте выпишем, что нам там годится. Так, вот эта схема эллиптическая, да? Это, кажись, А2, правильно? Так, еще вроде была вот такая схема. Кажись, было дело, да? Потом вот такая была, но никаких такого рода циклов не было, да? то есть, значит, как минимум, ну, значит, как минимум какие-то из этих вот вещей нужно стирать, правильно? У нас не было циклов в эллиптических схемах, поэтому уже смело можно одно ребро удалять. Ну, собственно, на самом деле можно все удалять, потому что при выкидывании этого тоже здесь цикл получается, значит, мы можем сделать что? Мы можем как минимум удалить. Так, сейчас мне нужно убрать, это очень неудобно. Все. Так, вот мы сейчас удалим. То есть, диагональю в квадрате я нарисовал зря. Понятно, да? Я не знаю, может оставить это в виде задачи, найти все. Давайте я, наверное, это оставлю в виде задачи. Вот, но я сейчас как бы основную мысль договорю, как вот это, как это такой перебор делать. Вот. Значит, вы смотрите, какие, в принципе, есть списки. То есть, здесь удобно открыть табличку, которая была, собственно, получена на лекции и посмотреть, какие есть эллиптические схемы. эллиптических схем очень удобно. Индекс этой схемы, это и есть что? Это и есть ее ранг. Правильно? Вот. Мы ищем, значит, под схемы для начала ранга 3. Да? Мы хотим, чтобы у нас были схемы ранга 3. Ну вот, смотрим на эти схемы ранга 3. Значит, эллиптическая схема может быть не связанной. То есть, вот такая схема, например, годится. Здесь M какое-то огромное и вот это дело. Да? Что это за схема? Это E от M дизъюнктно объединить с A1. Понятно, да? Там только E2, наверное, или я забыл, как там все немножко по-разному это дело обозначают. Вот. Кто-то пишет G2. Ну, в общем, суть вы поняли. Это группа, которая соответствует группе Диадры. Вот. Вот вам нужно составить все эти там так, только это не А2, а А3, разумеется, да? Вот. Это B3. Вот это, если я правильно помню, обозначение H3. Вот. Хорошо. Ну, вот вы, то есть, теоретически у вас может быть эллиптическая схема вообще вот такая. 3А1, да? Вот. Ну, дальше вот вам нужно смотреть, например, если у вас, может ли у вас здесь дальше вы даете веса, там А, Б, Ц, Д, может ли у вас вес, например, быть очень огромный? Но если у вас вес очень огромный, то эллиптическая схема ранга 3 с этим большим весом может быть только если она с кем-то соединена вот таким вот образом. Только такая ситуация возможна. Соответственно, тогда вам нужно вот эти два ребра стереть, и тогда у вас многогранник опять-таки распадется его схема на две компоненты. Это плохо. Вот. Значит, я вот это дело тогда оставлю в виде упражнения. Сейчас я сформулирую список задач. Ну, вот я надеюсь, вы это дело поделаете. Так, значит, ну, зачем я вам рассказывал про лайнеровские схемы? так, я так, давайте я вот там, где эта теорема у меня сформулирована, и я скажу так, значит, теорема, да, вот у меня как-то получилось, что, так, чуть повыше напишу, теорема, это ее вторая часть, а первая часть, если, да, все то же самое, то схема от P связана, и напишу, что это означает, ну, то есть, скажем, да, я не знаю, там, вот такого рода ситуация у вас невозможна. вот, связанность означает в том смысле, что мы не рисуем ребра, да, соответствующие углам P пополам, то есть, у вас не может такого быть, что какая-то часть зеркал перпендикулярна вообще абсолютно всем зеркалам, вот, на самом деле, это соображение сводится там к простой линейной алгебре, и становится понятно, почему такого быть не может, вот, но я это сформулирую как часть теоремы, вот, ну, разумеется, не наоборот, да, обратно неверно, то есть, если у вас схема связана, то она может быть, там, я не знаю, эллиптической, вот, хорошо, теперь, ну, теперь, собственно, давайте мы сформулируем важную теорему, причем здесь лайнеровские схемы, так, собственно, значит, лайнеровские, вот, треугольники, это же лайнеровские схемы, да, то есть, у вас есть треугольники, вот, в H2, да, давайте я напишу, что при n равно 1, это пунктирная линия, ну, это очевидно, это как бы отрезок, да, вот, при n равно 2, это вот все треугольники, H2, но при n равно 3, вот вам будет задача на дом, вот, собственно, на самом деле, компактные многогранники Кокстера, которые являются симплексами, существуют только в размерностях 3 и 4, вот, и это, и это будет некоторая задача, которую я сейчас как раз сформулирую. Так вот, теперь, лайнеровские схемы полезны следующим образом. Оказывается, что если для всякой лайнеровской схемы, да, точнее, для всякой лайнеровской подсхемы, схемы P, значит, ранг объединения, давайте я это буду записывать, вот, если для всякой S1 подсхемы S от P, да, здесь я напишу лайнеровской, да, это важно, имеем ранг S1, вместе с ее ортогональным дополнением, то есть, мы берем для всякой подсхемы, вот, например, вот это лайнеровская, да, нет, вот это не лайнеровская, так, ну, сейчас я, конечно, уже не успею вам тут хорошо нарисовать, ну, вот, вы взяли какую-то лайнеровскую подсхему, и дальше вы берете все грани, которые перпендикулярны, да, вершинам, то есть, граням вот нашей подсхемы, так, виноват, я сейчас это отключу у себя, а то звук мешает, хорошо, так вот, и мы хотим тогда, чтобы у нас было, чтобы у нас ранг этот был равен N плюс 1, вот тогда многогранник P будет компактен. Так, сейчас, нет, я вот, я немножко должен уточнить формулировку, я так сейчас сходу не помню, давайте так напишу, что если этот ранг, наверное, больше либо равен, чем N плюс 1, так, ладно, напишу пока N плюс 1, вот, то отсюда следует, что P компактен. В общем, это объединение должно содержать хотя бы, ну, должно содержать N плюс 1 вершину, вот, может быть, там все-таки может быть и больше вершин, вот это я точно не уверен, вот это мы как раз поупражняемся. Так, ну и давайте тогда я оставляю следующие задачи на одном, да, значит, задачи, ну, одна из них была сформулирована, но все-таки я ее напишу, да, доказать, что так, ONZ это группа типа BN, это первая задача, ну, я почти уверен, что это правда, вот, я напоминаю, что ортогональная группа там порождается отражением, вот, и из этого надо как-то все вывести. так, вторая задача, найти все компактные симплексы, да, Фокстера в Аш-3, та же самая задача в Аш-4, и доказать, что да, вот этих вот компактных симплексов Кокстера нет в пространствах размерности больше, либо равно, чем 5. так, ну, и, наконец, задача 5, ну, вот, смотрите, давайте я нарисую многогранник, так, вот, какой бы взять многогранник, хорошо, давайте я вот такой нарисую многогранник, значит, я рисую многогранник, который является, на самом деле призмой, да, это треугольная призма, вот, а здесь вес M, да, то есть, пусть вот это дело, это группа, зависящая от параметра M, да, вот, доказать, что гамма от M является ограниченной призмой в каком пространстве, в H3, вот, вот попробуйте вот это дело доказать с помощью, чего, попробуйте это дело доказать с помощью, еще, во-первых, просто вот по классике, проверив все эллиптические подсхемы, их дополнение до, да, ну, эллиптические подсхемы ранг N-1, а также попробуйте применить вот эту теорему, вот, и просто сравните, что именно делать быстрее, вот, ну, что ж, я не знаю, ну, на этом, наверное, сегодня все, есть какие-то вопросы? Давайте вот следующий семинар мы поразбираем вот эти задачи, я надеюсь, вы их там как-то порешаете и там предложите, я не знаю, кто-то может что-нибудь расскажет, вот, а дальше я расскажу про многогранники конечного объема, там надо будет использовать параболические подсхемы тоже, вот, с ними, да, с конечного объема с ними немножко сложнее, как-то я, я вот как правило, я вообще на практике редко, например, использовал вот это свойство, да, про лайнеровские подсхемы, а поскольку у меня еще и возникали многогранники конечного объема, но не компактные, то, как правило, я на схемы смотрю вручную, да, дальше иду по всем вершинам и ребрам и проверяю, вот, но вот для компактности удобно лайнеровские, вот эти лайнеровские удобно видеть, вот, ну что ж, тогда раз вопросов нет, то мы тогда расходимся, спасибо за внимание, всего доброго, до свидания, до свидания, Продолжение следует...